К Евгению Кузнецову все еще есть интерес в НХЛ. Российский нападающий Вашингтон капитал с Александра Вечкин рассказал, вернется ли в Россию после окончания карьеры в Национальной хоккейной лиге. После окончания карьеры меня не будет ничего держать в Америке. Ну, не то что держать, просто здесь, в России, все мои друзья, все мои родственники и настины тоже родственники здесь. Мне комфортнее находиться в России на данный момент, чем там. Вот если, допустим, у нас заканчивается сезон, мы хотим сразу полететь домой, потому что мы скучаем по дому, по семье, по друзьям, сказала Вечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова. Российский нападающий и капитан Вашингтон капитал с Александра Вечкин рассказал, может ли влиять на трансферную политику столичного клуба. Я слышал слух, что так как русских больше в Вашингтоне, то вы вообще и решаете в основном, кто там может остаться, кто идти. Нет, конечно. Понятное дело, что мы большую часть времени общаемся все вместе на русском языке. Но, если мы едем в какую-то поездку, мы всегда ходим вместе в ресторан, куда-то еще ходим. Мы можем пойти спокойно с другими ребятами из других стран, спокойно покушать, посмеяться, сказала Вечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова. Российский нападающий и капитан Вашингтон капитал с Александра Вечкина оценил вероятность стать министром спорта России после окончания игровой карьеры. А тебе будет интересно. Например, Федору Емельяненко захотелось заниматься тем, чем он всю жизнь занимался, а не сидеть в офисе. Ну, правильно, надо делиться своим опытом, с детьми, рассказывать, показывать. На данный момент я не могу тебе ответить, готов ли я и хочу ли я быть министром спорта. Тяжело, ты представляешь, ты опять семью не будешь видеть, ты постоянно будешь в разъездах, не знаю. Посмотрим, поживем, увидим, сказала Вечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова. Ты знаешь, я не сторонник вот этих политических дебатов и разговоров. Да, там. Ну, а смысл все равно. Своё мнение навязывать кому-то это, ну, зачем? У меня все друзья, они республиканцы. Это для бизнеса лучше. Скорее всего, да. Ну, у меня все мои друзья, реально, с кем я общаюсь, все республиканцы. Я ни одного демократа не знаю, сказала Вечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова. Агент нападающего Евгения Кузнецова Шуми Бабаев рассказал, что на экс-форварда Вашингтон Капитал Си Каролина Харрикейнс претендуют два клуба КХЛ. Напомним, ранее чемпионат сообщал, что российский нападающий Кузнецов перейдет в СКА и заключит с петербургским клубом четырехлетний контракт после урегулирования контрактных соглашений с Каролиной. Галкипер Хантер Миска стал игроком московского «Динамо», сообщает пресс-служба «Белоголубых». Последние два сезона 29-летний Миска провел в немецком клубе «Штраубинг Таггерс». За это время вратарь сыграл 60 матчей, в которых отразил 90,1% бросков, в среднем пропуская 2,69 шайбы за игру. Галкипер имеет опыт выступлений в НХЛ за Аризону Койотс и Колорадо Эвиланш. Помимо этого, на счету уроженца Миннесоты 113 матчей «Вахл». На международном уровне Миска становился серебряным призером юниорского чемпионата мира в составе национальной команды США. В прошлом сезоне КХЛ «Московская Динамо» стала обладателем Кубка Континента за победу в регулярном чемпионате. В первом раунде плей-офф «Белоголубые» обыграли «Минская Динамо» в шести матчах. Во втором раунде Кубка Гагарина «Динамо» в сухую уступила «Трактору». В этот список попали пять российских хоккеистов. Александр Овечкин, Вашингтон Капиталс, Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинс, Никита Кучеров, Андрей Васильевский, оба Tampa Bay Lightning и Сергей Бобровский, Флорида Пантерс. Кроме вышеназванных игроков, в список вошли Сидни Кразби, Эрик Карлсон, оба, Питтсбург Пингвинс, Патрик Кейн, Детройт Рето Уинкс, Андже Копитар, Дрю Даути, оба, Лос-Анджелес Кингс, Стивен Стэмкос, Нэшвилл Предаторс, Коннор Макдэвид, Эдмон Тон Уиллерс, Натан Маккинон, Колорадо Эвиланш, Виктор Хидман, Tampa Bay Lightning, Марк Андреев Леори, Менни Сатау Айлт, Джонатан Куик, Нью-Йорк Рейнджерс. Продолжение следует...